Трэнквилити Лэйн, машина виртуальной реальности, которая находится в убежище 112. Главный герой обязательно попадает сюда, так как именно в Трэнквилити Лэйн находится сбежавший отец. Чёрно-белый городок, радушные жители и добрая атмосфера. Всё это исчезает после разговора с Мэгги, девочкой, поливающей цветочки на детской площадке. Она предлагает сыграть в игру, и поначалу даёт относительно безобидные задания, но потом она прямым текстом заставляет убивать жителей этого города. Вариантов прохождения этих квестов много. Вы сможете в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. В плохом смысле этого слова. Всем привет, с вами Квик, и сегодня я расскажу вам про все варианты прохождения Трэнквилити Лэйн. Приятного просмотра. Тот, кто хоть раз полностью проходил Fallout 3, наверняка задумывался о том, какими способами можно пройти это задание. И если вы думаете, что пройти Трэнквилити Лэйн можно лишь одним или двумя способами, то вы серьёзно ошибаетесь. Таких вариантов куча. А вот финалов как раз таки два. Плохой и ещё хуже. По ходу видео вы поймёте почему. Итак, как я уже говорил, когда мы попадаем в Трэнквилити Лэйн, нужно подойти к Мэгги. Сперва девочка предложит поиграть, на что мы охотно соглашаемся. Только вот это не просто какая-то детская игра, а настоящая угроза обществу. Первым заданием будет довести Тим Мини с Баума за слёз. Самый банальный и, возможно, самый часто используемый способ это побить сопляка. Ютуб не бань. Вы просто подбегаете к сорванцу и сходу прописываете ему в табло. Нескольких ударов хватит для того, чтобы задание считалось выполненным. После этого мы бежим докладывать Мэгги о результате, на что она отвечает, что это не самый изобретательный способ и смотреть на это не так интересно. На это мы отвечаем, что второй способ доведения мелкого до слёз это ложь. Если у вас хватит красноречия и совести, то вам будет очень легко довести его до слёз, сказав, что его хотят сдать в детдом, и ему пора собирать свои вещички. Либо есть два других варианта, которые влияют лишь на его реакцию. После наших слов Тимми не сможет сдержать своих слёз, и Мэгги скажет, что вот это уже немного поинтереснее, но всё равно фигня. На этот случай есть ещё и третий вариант. О нём мы можем узнать либо от матери Тимми, либо от Мэйбл. Ну, либо совершенно случайно там, дайте я подумаю. Этот способ заключается в том, что вы должны найти путёвку в военную школу. Шутки про венкомат, поехали. От этой новости он также начнёт ныть. Судя по всему, помимо мужественности, у него не хватает и мозгов. Ведь он даже не удосужился спросить у своих родителей, правду ли мы ему говорим. На этом варианты с Тимми заканчиваются. Надеюсь, вы довольны. Начинается второй этап. И задание будет разрушить брак роквелов. Здесь есть где разгуляться. Если вы никуда не торопитесь, то можно пойти на разные ухищрения. Первый, самый банальный способ – убеждение. Если, опять же, у вас хватит красноречия, то вы убедите Джанет в том, что видели, как её муж целовался с другой женщиной. Особо доверчивая мадам сразу пойдёт разбираться с мужем. И тут мы уже можем видеть интересный диалог. Не смей мне лгать. Ты и правда думал, что можешь шнырять вокруг с этой шлюхой, и никто не заметит? Джанет, ты о чём вообще говоришь? Тебя видели с Мартой, Роджер. И я услышала об этом. А теперь я точно знаю. Кто тебе такое сказал? Это ложь, клянусь. Ах ты трус. Видеть тебя не могу. Не подходи ко мне. Как до этого дошло? После этого докладываем Мэгги о результате. Она снова не очень-то довольна результатом. Ей, видите ли, не хватает драматизма. Ну что ж, тогда... Вторым способом является убийство объекта ревности, а именно Марты и бросование вины на Джанет. Можно грохнуть эту тётку скалкой в любом месте. Ибо всем жителям пофиг на то, что какой-то пацан сшибает голову какой-то девке. Привет. Ну и скатерть и здоровая. После убийства можно принести скалку Роджеру и сказать, что его жена убила Марту из-за ревности. И он, конечно же, в это поверит. Джанет про это даже в дневнике было написано. После чего мы можем наблюдать вот такой скандал. О боже. Джанет, что ты натворила? Да о чём ты вообще говоришь, Роджер? Как ты могла? Как ты могла так с ней поступить? Ты что, не в своём уме? Роджер, прекрати. Ты меня пугаешь. Тебя в психушку надо упечь или в тюрьму. У тебя совсем крыша поехала? Не подходи ко мне, слышишь? Добрый день. Какой бы вариант вы не выбрали, это будет влиять исключительно на реакцию мужчины в диалоге с главным героем. Докладываем Мэгги и вот получаем похвалу за изобретательность. Но это далеко не последний вариант разладить семью. Третий, по совместительству четвёртый способ, это своровать у Марты кружевное бельё и отнести в подвал Роджера. Рассказываем Джанет о том, что мы там якобы случайно обнаружили это кружевное бельё. И далее высказываем свои предположения насчёт того, как оно там оказалось. В данном случае, что мы скажем, будет влиять и на реакцию Джанет, и на скандал между супругами. Роджер, подонок! Что? Что я сделал? Ты просто не мог держаться от неё подальше, да? И что ты думал? Что я не узнаю? Мерзавец! Джанет, ты о чём вообще говоришь? Ты оставил её трусики прямо на своём столе, Роджер! Я что, по-твоему, совсем дура? Понятия не имею, о чём ты говоришь, Джанет. Просто успокойся, и мы всё выясним. К чёртовой матери! Меня от тебя тошнит! Сегодня я пойду ночевать к Мэйбл. Не говори со мной! Даже не смотри на меня! Зачем Роджеру такое делать? Не вяжется? Что? Что это ещё такое? Что оно тут делает? О, боже мой! Роджер! Он... он никогда... Но... Роджер, подонок! Что? Что я сделал? Ты думал, что я не узнаю? Что ты вообще за извращенец? Джанет, успокойся! Ты о чём вообще? Ты знаешь, о чём я говорю. Ты всё время проводишь в подвале. Я никогда ничего не подозревала. Но что плохого в том, чтобы заходить в подвал? Что тут, чёрт возьми, творится? Извращенец! Мерзавец! Не подходи ко мне! Мэгги снова хвалит нас за находчивость. Больше вариантов разводить союз нет. Можно узнать кое-что интересное от самой Марты. Но сделать это можно, только узнав о давнем скандале Рокулов от Мэйбл. Она нам и расскажет о том, что Джанет давно ревнует Роджера к Марте. Но исходя из слов Марты, у них с Роджером ничего не было. Хотя она очень хотела бы. Норм такую ребёнку рассказывать вообще. Но ничего от этого не меняется. Нам по-прежнему надо выбрать один из вышеперечисленных вариантов для развода супругов. Третьим заданием будет уже самое настоящее убийство. Причём не просто убийство, а изощрённая ликвидация Мэйбл. Тут также есть много вариантов. Кстати, я всё же проверил, что будет, если её просто уработать кулаками, и это реально не работает. Первый способ обезумевший робот-помощник. Очень лёгкое дело. Поначалу находим терминал в доме у Мэйбл. Далее отключаем проверку безопасности и удаляем этот файл вообще. Затем закрываем двери, чтобы хозяйка не сбежала, и наблюдаем за жестокой битвой. Докладываем, Мэгги она хвалит нас за интересный подход к этому делу. По скрипту, в этом задании нельзя сделать плохо. Мэгги в любом случае будут в восторге. Второй способ, несчастный случай с люстрой. Нужно немножечко поработать с люстрой, к которой нетрудно добраться. Затем ждать, пока под ней начнет проходить Мэйбл. Бамс, и всё. Снова Мэгги нас хвалят, спасибо. Третий способ, такой же простой, как и другие. Подкатить ролик ближе к лестнице и ждать, пока Мэйбл полетит. Мэгги находит в этом способе изящество и похоже считает его лучшим. Но это всё не так эффектно по сравнению с плитой. Четвёртый способ, такой же простой, но более изящный. Нахимичить с духовкой Мэйбл и попросить её сделать вкусняшек. Женщина по доброте душевной согласится и точно же отправится на кухню, где её будет ждать бомбезный сюрприз. Ммм, вкусный пирожок получится. Последнее задание от Мэгги, жестокое убийство всех жителей Трэнквилити. Нужно взять из будки возле заброшенного на дому маску, крохотного убийца и нож. Гоняться, блин, за этими жителями по всему грёбаному городу. Самое душное и нудное задание, ведь вы бегаете намного медленнее жертв. Остаётся надеяться, что они начнут забегать в дома, упрощая вам их убийство. По окончанию Мэгги говорит, что ей очень понравилось времяпрепровождение в нашей компании и спокойно отпускает такое чудовище гулять дальше по пустоши. Но если вы думаете, что это самая худшая концовка, то нет. Ведь сейчас мы приступаем к хорошей, по мнению разработчиков, концовке. Игрок, который первый раз проходит Fallout, может узнать об этой концовке от, казалось бы, чокнутой старухи, которую никто не понимает и не хочет слушать. Она рассказывает нам о том, кто на самом деле скрывается под маской Мэгги и как спастись из этого места. Она рассказывает о заброшенном доме, в который Мэгги всем запрещают ходить. Всем, кроме нас, конечно, главный герой как-никак. По словам бабки, в этом доме находится терминал управления Tranquility и только он является спасением. Игрок, стремящийся нести добро, конечно, поспешит к этому дому, но зайдя туда не обнаружит никакого терминала. Но если быть внимательнее, то можно заметить, что с некоторыми предметами в гостиной можно взаимодействовать. С помощью логики и умения слушать можно подобрать правильную последовательность нажатий на эти предметы, после чего нам откроется тот самый терминал, который спасет невинные души. Покопавшись в нем, вы обнаружите, что можно начать какое-то китайское вторжение. Так вот, это и есть самая каноничная концовка. Включив это вторжение, вы получите серьезное повышение своей кармы. Вы – герой. Но вы так будете думать до того момента, пока не покинете дом. На улице вас ждет ужасное зрелище. Китайские военные начинают стрельбу на поражение по всем жителям Трэнквилити. Симуляция нестабильна. И из разговора с Мэгги мы можем узнать, что мы совершили отнюдь нехороший поступок. А самый что ни на есть ужасный. Ведь теперь сам смотритель Мэгги останется в симуляции навсегда. А жители, которых убили китайцы, умерли навсегда как в симуляции, так и в реальной жизни. За что там дали высшее повышение кармы, не знаю. При том, что если бы мы лично убивали жителей ножиком, карма бы снималась. Хотя восстановить этих жителей у Мэгги проблемы не составит. А тут мы опять же своими руками, просто другим способом убили жителей. Но там наоборот, карму повысили. Такая вот она, хорошая и каноничная концовка, которая строится на костях невинных людей. Кстати, я решил проверить, что будет, если вмазать Мэгги после китайского вторжения. Но ты же... Ты же сказала, у тебя тут больше нет власти. Как так? Всем спасибо за просмотр этого ролика, друзья. Я стараюсь над текстом оценить и печи. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Обязательно напишите, что конкретно вас заинтересовало в игре Fallout 3. И, возможно, я сделаю такой же подробный разбор, какой был в этом ролике. Всем удачи, хорошего настроения, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok